всем привет давайте сделаем из этого автомобиля пособие пособие так сказать для начинающих потому что все больше и в комментариях и в личку люди пишут по вопросам понятно что люди прям совсем начинающие и очень многого то что я быстро произношу не уточняю нереально перезадают вопросы просто очень просты поэтому автомобиль интересный в работе в объеме работы как раз на нем и покажем более-менее постараюсь в деталях знаете сделать его потемно пластик мы уже сделали на пластик пока что внимание не буду обращать сегодня поработаем чуть-чуть с металлом темой у нас будет определение масштабов трагедии определение того чем эту трагедию лечить стоимость брать его внимание не будем потому что разные рынки разные материалы будем трогать такую тему просто что нужно с чего начинаем и как определить вообще каким типом ремонта пойдем из того что мы видим первое мы видим что-то чем-то загрунтованное и видим что там кто-то как-то работал что конкретно находится внизу я не знаю исходя из того что я не вижу что там находится внизу я не знаю какие типы грунтов не нужны на работу с металлом кислотник или эпоксидник пока я не раскрою это дело я не смогу понять что мне нужно грубо говоря идти на рынок и покупать из того что ясно что нужно покупать это скотч и это укрывные пленки это в идеале бумагу на дальнейшем на покраску то на под грунтовку и удобнее работать бронированный скотч нужен вот я дверь им заклеил чтоб не попадала под молдинг ничего далее из того что я уже видел что мне нужно это шовный герметик мне нужен тут переложить понятно что для работы нужны салфетки обезжирки растворители разбавители для грунтов которые мы выберем шпатлевка нужна универсальная шпатлевка со стекловолокном шпатлевка по пластику для этого именно автомобиля далее что еще из такого быстрого кучи наждаков в плане скотчбрайта и всякие мелкие это мы чуть дальше не в этом видео коснемся краску и лаки сейчас не трогаем тоже не пока что до них далеко начнем с простого то есть оценка масштаба здесь красится у нас крыло дверь как крыло капот два бампера и эта дверь обязательно идет перекрас потому что лишь сложный цвет и встык красить два соседних элемента не трогая этот это глупо на одном борту поэтому красится дверь капот красится потому что пошла вот такая вот коррозия это мы раскроем тут понятно тут алюминий тут надо просто расчистить здесь работаем с кислотником тут пока что под вопросом порядок действий накрываем колеса укровной пленкой защищаем их потому что сейчас будем работать с растворителями приступим к очистки и оценки того что у нас есть снизу в основном все рихтовщики там хозяева машин неважно кто это делал делают это однокомпонентным материалом он у нас растворимый в растворителях поэтому берем здесь 46 растворитель в этой мойке не стесняясь смачиваем заводской лак этот растворитель не трогает если он действительно заводской можно смывку краски взять но в расти там этого на активно видно как она начинает коржами прямо подниматься почему сейчас не лезвенно за жидком по нескольким причинам первое смысла нету она смывается все расти ком второе я хочу посмотреть на то что там лежит снизу как он там сделано если какая-то активность у металла с влагой или нету потому что через эту краску влага проходит отлично вроде начала размокать попробую собрать сейчас бумажными салфетками эти как отлично все собирается то есть снизу лежит грунт из болончика сверху покрасили просто чем-то красным то есть у нас все отлично снялось буквально за один заход по крайней мере мы можем оценить масштабы трагедии если где-то труднодоступных местах не вытирается не вытирается до взяли скотчбрайт и вот так дотерли крыло все равно в ремонт в грунт капот тоже у нас идет в окраску этого я не боюсь если его зацеплю но если в капот я не красил я бы обязательно вот тут заклеил скотчем бронированным накрыл бы бумагой чтобы у нас не делать себе потом лишней рабочей да кстати по поводу всего если видите изначально что вот красить не надо будет допущим то условно вот эту зону лучше заклеить его сразу броней чем-то прикрыть потому что потом начинаются приколы хотели сделать переход переход не получается потому что зацепили наждаком или напылили туда грунта пока перетирали сделали протир на торце потом лучше сразу защищать то есть то что не собираетесь запускать в ремонт сразу накройте включая соседние элементы реально дешевле будет поверьте посмывал все тут посмывал там посмывал дверном проеме и сразу оцениваем масштабы значит протираем сразу все соседние чтобы четко просмотреть где мы работать не будем работать мы не будем с передней дверью с плоскостью снаружи вообще никак кроме как покраска на и подготовка к покраске то есть по подготовке наружки никак у нас дверной проем керметик переложить надо здесь выше этого контакт ничего нету подлежащего ремонту именно то есть проверяем на фонари на солнце как-то выискиваем вмятины сколы царапины те которые обязательно надо грунтовать их нет то есть мы будем защищать вот эту верхнюю часть броней уходи чтобы туда не попадать с дверью но как такового защищать ничего не надо но просто мы сюда не будем лезть грубым наждаком можно отбить линию скотчем и грунтовать там тоже по сути не надо по рихтовке ну тут два варианта что не сделала рихтовка туда делает шпатлевка схема автокара сто пятьсот тонн шпатлевки навалить либо как следующий вариант это я позвонил хозяину и говорю поскольку я сейчас не рихту меня нет инструмента и нет времени на это я позвонил хозяину говорю что нужен рихтовщик пусть приедет тут очень много работы доделывать надо но реально так оставлять вообще не вариант с дверью все понятно с крылом в принципе сохранять тут особо сильно ничего не надо ну разве что вот так вот можно отбиться скотчем потому что вот до этих пор у нас работает шлифок шлифок у нас вот и чтобы выровнять вот эту плоскость мы будем наш датом царапать аж вот сюда это неизбежно вот 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 до этих пор можно отбиться скотчем половиночку по капоту его не протирал но тут его надо тоже весь вымыть он принципе ровный весь основная работа у нас идет вот с той стороны где коррозия на алюминии и тут есть пару школьников но это надо идеально вымыть и увидеть вот скол далее ну по носику понятно школы то есть тут скорее всего будет работа выглядеть так расчищаем до металла там где у нас есть повреждения нос счищаем полностью до металла там где сколы мы их не шпатлюем но их тоже разрабатываем промотовываем весь капот под 400 проверяем это все будет хорошо видно на это я все покажу отдельно потом и грунтовать будем только носик юбочку капот будет сниматься показываю почему потому что у капота вот здесь так вот так вот здесь есть коррозия здесь надо снимать шовный герметик этот шва и его перекладывать поэтому капот однозначно в съем пойдет до будут крутиться болты дам их потом принципе там подкрасим чуть-чуть цвет тут чуть-чуть странный поэтому такое знаете ну подкрасим что-то сделаем чтоб не было так заметно из капот будет сниматься с капотом будем работать отдельно на столе крыло 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 под вопросом кстати крыло можно и не снимать потому что окрашивать крыло удобно здесь на месте вместе с дверью снять придется точно заднюю дверь потому что с ней во первых работы много во вторых окрасить нужно чуть-чуть дверного проема двери изнутри когда у нас эта дверь будет снятая будет в принципе хороший доступ прокрасу даже в закрытом состоянии вот этой двери вот той части где мы будем герметик перекладывать внутренней поэтому крыло с дверью оставляем хотя я думал буду снимать изначально но решил что снимать буду только заднюю дверь мне удобно красить в проемчик дверь крыло и дверь отдельно на вертолетики висящие рядом по цвету отличий в принципе не будет потому что красить буду за один заход главное соблюсти толщину последнего слоя чтобы не втыкануть в цвете никак здесь в проеме сразу защищаю себе скотчем по внутреннее ребро потому что красить буду по наружнее ребро здесь работа со шпатлевкой поэтому по внутреннее ребро отбиваемся скотчем скотчем отбиваться будем не вот таким потому что это тонкий и он реально наждаком пробивается особенно машинками раз скотчем закрываться будем вот таким есть у разных компаний бронированный скотч принципе даже в строительных магазинах но чуть-чуть с более мелкой мелким шагом точнее более крупным шагом армировки то есть у него нитки не так много но тем не менее можно применить его хотя по цене участие дешевле чем строймагов сразу защищаем хром вот этот он не снимается потому что там весь салон надо разобрать что вытащить короче отбиваю сейчас посмотрим что получается по заворачивался по отклеивал ручки тоже лучше заворачивать сразу потому что там потом ну помню читать как обычно становится верной проем сразу бумага прикрыл потому что будем шпатлевать чтобы не попала на глянцевую часть лака дверной проем заклею только после того как сниму дверь ну когда собственно начну работать тут я сниму дверь сейчас клеить его бесполезно его оторвет все равно дверью вот такие дела у нас рамку бампера принципе ее нужно снять сразу но я пока что не снимаю потому что мне нужно будет по бамперу после рихтовщика проверить как тут стоит плоскость осталось не осталось и ее чуть-чуть подправить шпатлевкой потому что она кривенькая но тут я так понимаю удар был хорошо засажен потому что весь вот этот кант он пара рихтован я так понимаю внутри было по работе рихтовщику ну реально много тут еще вон все кривое тут 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 вообще легкий ад тут уже оловом что-то шпарили плавили надо снимать а потому что она не держится вон я вижу по двери тоже очень прям еще поработайте поработать особенно снизу в принципе шпатлевка можно сделать и это вывести а значит для работы какие мне будут нужны грунты но здесь нужен будет и кислотник не эпоксидник кислотник мне нужен будет на капот алюминий кислота потому что надо порасчищать здесь есть скажем так следы очаги коррозии их по убираю обшипал кислотой по металлу после того как отрихтуется дорихтуется я все расчищаю машинкой до голого металла в зону такие запасом и про грунтовую все это эпоксидным грунтом чтобы мне закрыть доступ к вот этим всем открытым точкам которые уже местами начали коррозировать коррозия такая мелкая легкая но она как бы есть на эпоксидник можешь подливать напрямую такой металл я шпатлевать не стал ну потому что опять же есть следы во первых прожигание споттером это надо все защитить закрыть вот такой металл допустим еще вот вот так вот давайте закроем то есть вот такой металл можешь подливать головы почистить его перешпатлевались перетерлись там эпоксидником закрыли кислотничка как считаете нужно и грунтуетесь но вот такой металл эпоксид высушили такой хороший слой слой 2 навалить высушили дали рисочку зеленым скотчбрайтом так плотненького зеленым скотчбрайт не пробьет в отличие от наждака на бумаге либо даже на поролоне и спокойно шпатлевались и можно быть уверенным в том что металл защищен потому что эпоксидник это барьерная защита хорошая о том что ваш покло лежит на стабильном скажем так основании с которым ничего не происходит да и на протирах потом не будет никаких проблем потому что снизу опять же есть эпоксид я крашу водой у меня как бы с покраской проблемами с протирами не будет она сальвенте там могут быть приколы если у вас лежит бутерброд в плане кислота акриловый грунт потом шпакло лучше эпоксид потом шпакло либо же вообще металл шпакло эпоксид потом работаем дальше уже грунт наполнитель перетираемся как-то так в принципе ремонт такой довольно таки ясный понятный эпоксидник на капот кислота капот не шпатлюем здесь шпатлюем по шпатлевкам я уже сказал до стекловолокно универсал очка ну может быть финишка кому кто любит работать но если хорошая универсалка можно отработать полностью ей потом жидкая шпатлевка я здесь возьму по-любому потому что вот эти вот форма особенно на кантах и внутренний кант на двери этот нижний но блин мазать его и шпатлевки точить это будет дольше был бы только допустим кусочек не знаю кусочек крыла да тут небольшой объем тогда да можно чуть-чуть потратить времени поработать с обычной шпатлевкой шпателем но пакси этот кислотник господи но жидкая шпатлевка реально упрощает работу если нормальный она проще вывести на ней плоскость по времени работать чуть-чуть там дольше чем с обычной шпатлевкой чистой засушки но по качеству реально в разы лучше потому что дверь в принципе вся пойдет под жидкую шпатлевку аж до вот этих пор ну кроме что краешка вот тут что тут все надо натянуть хорошо и в струнку кстати после таких ремонтов я хозяина предупредил но после таких ремонтов дверь сбоку прям вообще идеально струной не будет никогда она будет ровно в том состоянии в которое вы ее вывели при той температуре при которой вы работали при явных изменениях температуры плюс минус от 10 градусов в разные стороны дверь начнет менять свою форму на отблик вот под таким углом то есть она будет не идеально это тут в принципе передняя дверь не идеальна если посмотреть на отблик но задняя дверь поверьте лучше чем передняя не будет то есть я ее делаю у меня допустим тут 20 градусов да в гараже выгнать ее на улицу она нагреется до 50 и она поплывет совсем другими линиями остудить ее до минус 20 и она пойдет совсем другими линиями поэтому об сразу лучше предупреждать обговаривать с хозяином чтобы потом не было нюансов потому что какой-нибудь тошнотный клиент обязательно приедет и скажет слушай вдруг а я вот так узнаешь сбоку стал от машины а тот элемент который надо было делать на выброс под замену а он у меня почему-то неровный а давай-ка ты мне его бесплатно переделаешь а вы его не предупредили и потом говорить о том что блин ну оно так не получается он скажет а что ты мне сразу не сказал а если ты мне сказал сразу а мы при под замену пустили а теперь давай мне переделаю бесплатно поэтому учтите эти моменты клиенты всякие бывают лучше обсуждать вообще все теперь по поводу закупок не думал что это проблема такая для людей сложная и занят и идете на рынок где вы там что-либо покупаете для ремонта автомобилей на нормальном рынке в принципе можно купить все на одной точке ну разве что ладно там подбор краски куда-то вас отправят если нету на рынке но найдите хороший интернет магазин которому вы сможете доверять у которого в наличии хотя бы можно купить опять же все кроме краски именно кроме цвета чтобы вы покупали максимально в одной точке первое это надежность как бы продавца более-менее все будет либо свежим либо все будет пропавшим и вы тогда сможете определить что за интернет магазин кто продает второе один консультант который с которым вы общаясь он вам подберет хотя бы поможет там шпатлевки от одной фирмы грунтовки от одной фирмы посоветуют наждаки да пусть они и дешевые но хотя бы что-то там вам посоветуют а скупляться в разных местах там грунт там шпатлевку там наждак первое неудобно второе ну это все будет разных фирм лучше все-таки придерживаться хотя бы какой-то одной линейки в тех же грунтах шпатлевках лаках красках наждаки уже то такое то механика что купили то купили обезжирки даже те же самое вроде мелочи возьмите от одной фирмы будет по крайней мере стабильно и надежно какие интернет-магазины выбирать я вам не посоветую тем более по российской федерации я там никогда ничего не покупал просто ну не знаю я живу в украине да и у нас особо в интернет магазинах больше не скупляюсь все больше сам лично сам лично на склады такие вот дела если есть какие-то вопросы по сложно что-то непонятно пишите в комментах стараюсь отвечать всем но в остальном общайтесь в комментах между собой у вас это неплохо получается желаю всем удачи пока